Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать очень простую самоделку, благодаря которой можно навсегда, практически навсегда забыть о подорожавших в последнее время гальванических элементах. Для изготовления данной самоделки в первую очередь потребуется отрезок макетной платы. Именно на нем для компактности и простоты будет выполнен монтаж всех составных элементов. На плату к контактным лепесткам приправил транзистор КТ805АМ. В принципе, можно заменить любым аналогичным транзистором. Также потребуется килограмм-другой резисторов. Из этого всего разнообразия потребуется всего лишь один резистор с сопротивлением 120 Ом. Следующее, что потребуется, это стабилитрон на напряжение 5 Вольт. Последний элемент, который будет располагаться на печатной плате, является подсрочный резистор. Я выпаю его из какой-то платы. Сопротивление резистора 5,2 кОм. Последнее, без чего не обойтись, так это миниатюрный переключатель. Вместо него можно использовать, например, тумблер. Монтирую последний согласно схеме. Последнее, что потребуется, так это светодиод 3 мм и резистор для него с сопротивлением 68 Ом. В качестве корпуса будет выступать корпус от бывшей зарядки от телефона. Немного расширяю отверстие, через которое был установлен USB-разъем. Из боковой крышки корпуса удаляю штырьки для подключения в электрическую сеть. Отверстие рассверливаю сверлом 3 мм. В одно из отверстий продеваю провод от 5-ти вольтового устройства. Второе же отверстие необходимо для провода выходного питания. Перед тем, как собрать устройство, подключаю к выходу тестер. Включаю зарядное в электрическую сеть. И с помощью переменных резисторов в одном положении переключателя устанавливаю напряжение на выходе, равное 1,5-1,5 В. Ставлю переключатель в другое положение и снова изменяю напряжение на выходе. Теперь стоит установить его в пределах 3 В. Устанавливаю плату внутрь корпуса и закрываю крышкой. Последнее, что потребуется, это отрезок вот такой круглой древесины. В нем я просверил отверстие насквозь диаметром 2 мм. В отверстие продеваю провода и вытягиваю их с вот этого отверстия. Разизолировал конец провода и вкручиваю в отверстие небольшой саморез. На обратной стороне устанавливаю вот такой пятачок, демонтированный из неработоспособной батарейки. Фиксирую пятачок несколькими каплями суперклея. Соединил вот эту деталь с устройством временно с помощью скруток. Впоследствии здесь будет разъем и еще одна вот такая деталь, только уже большего диаметра. Подключаем устройство в электрическую сеть. Для чего нужен светодиод? Во-первых, он индицирует о включенном состоянии. Во-вторых, с его помощью можно контролировать режим работы. То есть, в данном положении светодиод светится максимально ярко, значит напряжение на выходе составляет 3 Вольта. Если переключить переключатель, светодиод еле светится. Светится гораздо меньше, на камеру этого не видно, к сожалению. Но он светится. Соответственно, напряжение на выходе 1,5 Вольта. Конечно, назвать это полноценным заменителем батарейки нельзя, поскольку главное преимущество любой батарейки, это возможность автономной работы того или иного устройства. В нашем же случае автономности нет, от слова совсем. Тем не менее, штука, можно сказать, незаменима. Особенно учитывая тот факт, что батарейки нынче подоржали и подоржали существенно. Искренне прошу прощения за свой гнусавый голос. Болею. Светило медицины, подописывали мне целую кучу всевозможных лакомств. Для лечения носа. Пишите свое мнение в комментариях. С прошедшими праздниками. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok